В областном парламенте продолжается работа над главным финансовым документом региона. Он уже прошел первое чтение, известны основные параметры. И сегодня идет его постатейная проработка. На чем необходимо сэкономить в следующем году? А какие направления должны быть дополнительно профинансированы? Это предметы обсуждения на комитетах и фракциях. Свои поправки уже представили депутаты от ЛДПР. Мы предлагаем увеличить расходы областного бюджета на обеспечение жильем некоторых категорий граждан льготных. Это многодетные семьи, это молодые семьи, как мы помним. Здесь у нас тоже есть привязка к количеству детей, воспитывающихся в семье. И семьи с инвалидами и для инвалидов. Вот для данных трех категорий у нас значительно сокращены расходы бюджета на обеспечение жильем. Но мы считаем, что необходимо все-таки пытаться максимально сохранить хотя бы те объемы, которые предусматривались в прошлом году. Одна из поправок касается индексации регионального материнского капитала на планируемый уровень инфляции. Также депутаты выступают за снижение финансирования спорта высоких достижений, который, по их мнению, должен находиться на собственном обеспечении. Эти деньги ЛДПР предлагает перераспределить в пользу сельхозтоваропроизводителей. Не забыли депутаты и продачников. Поддержка у нас, конечно же, в бюджете предусмотрена, но она столь минимальна. И если мы говорим о том, что у нас все-таки в основном занимаются пенсионеры с садовыми участками, это люди, у которых доходы значительно ограничены, то все-таки необходимо предусматривать эту поддержку и ее немножко хотя бы увеличивать. Всего ЛДПР внесло 10 предложений, цена которых порядка 300 миллионов рублей. Войдут ли эти инициативы? В итоговый вариант документа будет известно 17 декабря на очередном заседании законодательного собрания. Светлана Семенида, Владимир Жидов.